Натюрмортик с розочками, они настоящие, тут не буду. Мне нравятся кучи предметов, которые представляют из себя что-то совершенно непонятное. Такую кашу, в эту кашу можно закопаться и там поискать вот эту красоту цветовых гармоний, пластики, ну и всего такого прекрасного. Что-то мне захотелось попробовать в ограниченной гамме поработать. Иногда художник, иногда такие желания просыпаются в ограниченной гамме поработать. На самом деле это, наверное, хорошее желание, потому что, когда слишком много цветов, то что-то такое уходит из живописи, целостность что ли уходит. А чем меньше цветов, тем больше целостность, наверное. А можно ни один не выдавить? Можно ни один не выдавить. Вот я вот думаю. Ну ладно, хорошо, вот я вдруг схватился за кадмий, я за кадмий красный схватился. Светлый, да? Да, я выдавливаю кадмий красный. Ну да, то есть не жадничай особо сильно, хотя кто-то выдавливает и больше. Кадмий красный, это у меня будет, получается... Теплый? Теплый, да. Вот на меня смотрит ФЦ-шка, зеленая. Это у меня будет холодный. В четыре цвета попробую сделать. Белый-черный? Да, белый-черный. Один теплый, один холодный. И черный. И усветлитель и затемнитель. И усветлитель и затемнитель. Ну сейчас вот надо еще это... О, наружу так белило титановое. Белило титановое, нормально. Остаточки какие-то там. Полтюбика вообще. Полтюбика, ну полтюбика это немного. Не, не полтюбика, три, наверное. Выдавливаем, не жалей. Вот так. То есть вопрос колорита, практически, вопрос цветового решения сразу отпадает. И в общем-то в живописи... Чего? Пустой. В общем-то в живописи особо сильно... Многие думают, что цвет важен в живописи. Вот самый важный этот цвет. Ну я должен вас разочаровать, что в живописи цвет не самое главное. Представляете какая история? Что в живописи главное... Другие вещи, которые незаметны на самом деле многим поначалу. Ну, например, тон. А что светлее, что темнее. И в принципе, живопись красивую можно сделать и черно-белым вариантом. Да, просто черный. Вот я посмотрю, вот этот черный. Он не уверен, что он тут разорит. А вот... О! Пейна. Одна из моих, да. Серая пейна. Хороший холодный черный цвет. Так я говорил о том, что он... В общем-то, цвета не так важны, как тон, например. Что если вы, например, хорошую живопись сфотографируете, перейдете в черно-белый формат, то хорошая живопись в черно-белом формате, она тоже будет красиво смотреться. А плохая живопись в черно-белом формате, она просто вся будет рассыпаться. Потому что люди, которые придают больше значения цвету, чем тону, они перестают тон чувствовать. И, соответственно, у них вот возникают проблемы. Вроде цвет сделали, а не получается. А непонятно, что не получается. А не получается как раз именно тон. Вот. Помимо цветов и тонов, помимо тона, важные вещи, еще можно какие выделить живопись, на которые надо обращать внимание. Но это вот дизайн, дизайн пятен, скажем так, если говорить, то дизайн пятен, форма пятен. Что это такое, значит, дизайн формы пятен? Что любое пятно в картине, оно несет такую... как бы определенную нагрузку и определенную важность в рамках картины, да? И размер этого пятна, его силуэтность, она важна для нашего восприятия. Потому что очень сильно, даже больше, чем цвет. Потому что первое, что мы начинаем воспринимать, подсознательно даже, да? То есть мы начинаем не воспринимать не цвет, а именно силуэты, размеры пятен, их тональность, этих пятен. Вот, а потом уже во вторую очередь начинаем воспринимать цвет. И если художник, он сконцентрирован как раз на решении вопроса тональных, тональных вопросов, потом вопросов формы пятен, вопросов размера этих пятен, силуэтности. И еще, кстати, вопросы касаний контуров. Очень это важный момент, что, например, контур предмета, и вообще вот контуры в работе, в натюрморте, но неважно, в любой живописной работе, они разные. То есть они не одинаково, например, скажем, сильно очерчены. То есть есть, например, контуры, которые четкие, да? Есть контуры такие полуразмытые, есть контуры размытые. И вот эта игра этими контурами, касаниями, как говорят, да? Игра касаниями, она очень важна тоже в живописи. То есть вы можете, скажем, сделать прекрасную по тону работу, но касания этих пятен везде будут одинаковые. И все, картина получается более такая примитивная. То есть, опять же, здесь не так много, в общем-то, за чем нужно смотреть, но за всем нужно смотреть одновременно. Если будете только за тонном смотреть, упустите касание, например, там еще какие-то параметры. И это все дается, конечно, с практикой, с тренировками, поэтому большинство художников, они говорят, что тренируйтесь, тренируйтесь, тренируйтесь. Не все понимают, зачем это. Но на самом деле вот это важно, что вот эта тренировка некого жонглирования такого вот этими обязательными векторами, когда вы делаете живопись. То есть, опять же, тон, силуэт, касание. Вот эти вот важные. И цвет. В последнюю очередь, кстати, цвет. Вот, по сути, четыре главных элемента. Ну, еще здесь, конечно, надо обязательно учитывать именно композицию. Композицию, уравновешенность этой композиции или там неуравновешенность, если такая задача есть. То есть, вы как-то это все одновременно должны охватывать в своем сознании. Вот это вот основная сложность. Ну, ладно. Значит, теперь замешивание красок. Я всегда советую перед тем, как вы начинаете работать, немножко позамешивать красочки. Это, в общем-то, не всегда это нужно, возможно. Да, там кто-то сразу, без замешивания, прямо сразу начинает. Но когда вы начинаете мастихином замешивать краски, то вы, соответственно, как бы настраиваете свой вот этот музыкально-художественный инструмент, встроенный в вас как художника, на нужный лад. И вам уже легче будет работу продолжить. То есть, когда вы просто берете и просто смешиваете. Ну, в любом случае, вот у меня, например, сейчас четыре цвета. В любом случае, я знаю, что мне понадобится серый. И желательно серых, ну, пускай несколько будет. Потому что серый цвет, он такой уникальный, что его можно спокойненько добавлять, тем самым гармонизировать сочетание, да, краску. Слишком яркая краска, сереньким, очень хорошо усаживается. И вот делаю там средний цвет, светлый и темный, предположим. Серый. В принципе, даже уже вот если серый вы намешали цвет, то этого достаточно. Ну, вот сейчас вот я чувствую, что этого не будет, наверное, достаточно. Единственное, что маловато, наверное, я намешиваю. Ну, ладно. Да, кстати, о количестве краски. Вот, когда вы намешиваете, то есть, конечно, такой момент, что краски дорогие, где-то это вот скребет вот на подсознании. Вроде вы даже и можете себе эти краски позволить. Да, но с другой стороны, вот какая-то на бэкграунде восприятие есть ощущение, что все-таки их надо беречь. И в этом тоже есть проблема, я уже об этом много-много раз говорил, что проблема-то заключается в том, что вы намешали себе чуть-чуть красочку. Кажется, что ее там хватит. А на самом деле ее хватило на один мазок. И вы начинаете мешать этот же цвет, пытаетесь с него попасть. И пока вы мешаете этот цвет, вы просто забываете, что этим цветом нужно сделать. И вот это проблема, которая решается тем, что вы просто берете и больше краски замешиваете. Ну, вот так. Так, ну и сначала я попробую... Ну, на самом деле вот этот натюрморт, он так особо и не натюрморт, просто предметы там понаставлены. И у меня нет задачи прямо все вот это точно перерисовать, как там есть. То есть у меня задача сделать красивую картину. То есть что-то я могу убрать, что-то я могу оставить. И я попробую все-таки сейчас включить не бытовое видение, которое заключается в том, что я вижу в данном случае предметы как предметы. там вазочку, чайник, там ракушку, цветочек. А я попытаюсь включить видение пластическое и композиционное. Оно заключается в том, что вы видите пятна светлые, средние и темные. Вы видите их силуэты, вы видите их тон. То есть то, о чем я, собственно, изначально говорил. И именно вот эти параметры, когда вы соблюдаете, когда вы на них обращаете внимание, тон, силуэт, цвет, тональность, вот это то, что я говорил, они как раз и делают искусство искусством, можно сказать. То есть они действуют на подсознание. Если предмет, который мы видим, действует прямиком на наше сознание, мы понимаем, что мы видим, что это чайник. то вот эти вот механизмы, силуэтные, тональные, они связаны именно непосредственно с подсознанием. Поэтому буду стараться их вытягивать. Для того, чтобы оценить именно пятновую композицию, я обычно очень сильно прищуриваюсь до такой степени, что предметы перестают как бы читаться как предметы. И я вижу пятна в основном. Посмотрю пятна средние, светлые, темные. И пытаюсь оценить, что мне нравится в этих средних, темных, светлых пятнах. Можно просто даже, кстати, не обязательно там прищуриваться очень сильно. А можно, кто-то там умеет, например, сфокусировку зрения так делать, что предметы начинают расплываться. Но когда вы долго в одну точку смотрите, все начинает расплываться. И вы видите все в размытом состоянии. И вы увидите тогда не предмет, а больше просто пятно. Ну вот либо так, либо так. У кого там как получается? Кто-то вообще там переворачивается вниз головой. Не знаю, есть такие люди. Пытаются вот так вот с верх ногами посмотреть на это дело. Ну ладно, я просто буду прищуриваться. Да, и что я, когда прищуриваюсь, что я вижу? Я пытаюсь, вот у меня в квадратный формат, и я пытаюсь там увидеть тоже. Даже можно, в принципе, пальцами вот так вот форматик такой вот сделать, и ближе дальше подвигать, и представить, как вот край листа будет. Опять прищурившись посмотреть, вот что туда входит в этот форматик. Кусок ткани, кусок там цветков, там вот я вижу, они светленькие такие. Все такое немножко разбросанное, много пятен. Ну, надо попробовать эти пятна, мелкие пятна, надо попытаться объединить. Вот, например, я чисто композиционно смотрю, где у меня чего может быть такими легкими движениями. Вот у меня здесь какое-то пятно, я еще пока не понимаю, что это такое. Другое пятно здесь. Это пятно как бы, какой-то краешек может вылезет отсюда пятно. Здесь какое-то светлое пятно немного вылезает. Ну, вот эти светлые пятна, вот это, вот это, вот это, вот это, они как бы хоп и разбили всю композицию на кускам, по кускам. То есть целостность композиции нарушилась. Это значит, что на этом этапе я уже отключаюсь от того, что у меня на натюрморте в реальности есть. Я пытаюсь именно думать не о том, что я вижу перед собой, а о том, какая картина у меня получится. То есть я вот, вот эти два пятна, мне прям хочется их объединить. Ну, скажем, если я здесь делаю что-то такое. Ну, вот это все как темное будет, а вот это вот, это светлое. Вот, вот я объединю эти два пятна промежуточным таким пятном. У меня организуется довольно большое светлое пятно, которое имеет свою массу, имеет свой силуэт. Сейчас пока вообще не понятно, ну, чистая абстракция. Кто не видит этот натюрморт, даже кто и видит, не всегда может понять, что там, где я приблизительно наметил. Вот, и у меня возникает членение плоскости на позитивное пространство, какие-то объекты, негативное пространство, пустоту. И вот этот силуэт, да, возникает, и разброс этих пятен. И теперь имеет смысл подумать о такой вещи интересной, как трехкомпонентность. Ну, эта теория, которая, в общем-то, применяется на практике, себя оправдала. Она заключается в том, что вы используете группы предметов с характеристиками, которые все по три. Ну, например, там, три объема, крупный, средний, мелкий, три тона, светлый, средний, темный, там, три ракурса, там, например, поворота каких-то. И вот это вот число три, оно как бы такое волшебное в этом плане является. То есть два как будто мало, четыре уже много, а три – это самый раз. И, значит, сейчас, пока у меня тона никакого нет, я пытаюсь оценить вот это вот то, что у меня уже сложилось с точки зрения трехкомпонентности. Именно поэтому я взял и сюда вот в промежуток вставил какой-то объект, который, я не знаю, я потом просто притяну его сюда, в это место, который мне объединит несколько одинаково средний маленьких разрозненных пятен. И у меня он создаст одно большое пятно, которое будет базовой структурой для других элементов. Вот здесь вот уже маленькие там пятнышки какие-то. Но это я только светлое разбросал. Но, в принципе, у нас получается, что этот натюрморт, если даже прищуриться, то есть он четко делится на светлое, светлое и темное такими пятнами. Еще вот светлое и темное, да, два, как будто вот не хватает еще третьего чего-то, средненького, средненького не хватает, среднего пятна. Но я смотрю, что средние пятна, они будут ближе к темному. Ну, например, здесь какое-то среднее пятно, вот здесь какое-то среднее пятно, вот здесь какое-то среднее пятно. я вот эти пятна так совершенно практически абстрактно намечаю я пытаюсь понять вот сейчас уже некая запутанность есть вроде казалось бы эти элементы я набросал но все теперь уже сложно линиями работать надо теперь тон вводить то есть на этом этапе я как бы вот начиная даже не то что рисовать я начинаю прощупывать композицию а есть какой-нибудь закон там заполненности пространства и оставление его пустынь ну вот я опять же говорю что здесь вот есть теория трех композитности трех компонентности когда у вас ваше пространство заполняется средними крупными и мелкими формами то есть вот из этого исходя но на самом деле это не то чтобы это закон то есть это скорее где-то правило но если у вас творческая задача вам надо там скажем двухкомпонентность сделать например что она имеет логический смысл она как бы несет какую-то образность то вы делаете двухкомпонентность в картине но если у вас нету такой задачи то трехкомпонентность смотрится лучше то есть все идет под определенные задачи вот есть иерархия опять же то что я говорил иерархия законов таких да и законов и правил вот есть самые главные самые главные законы которые если вы нарушаете то у вас всегда ваша картина разваливается там не получается она и 1 1 главный закон это закон целостности в картине то есть если у вас картина начинает разваливаться на отдельные элементы если она не собирается в целостное по смыслу по композиции то все она у вас начинает как бы развалится и еще как бы один момент что подчинение образу подчинение какой-то идее то есть у вас есть идея определенная да и вы уже выбираете какие вы будете использовать для реализации этой идеи инструменты скажем так да вот нужна вам асимметрия скажем в кого в композиции вы ее делаете а нужна асимметрия вы ее тоже делаете ну предположим вы делаете иконопись там допишите икону не всегда там нужна асимметрия какая там иногда надо смысл образ передается больше симметрии значит вы это включаете то есть все идет вот под главные задачи под концепцию того что вы делаете и вы помните о целостности целостность единость неделимость этой композиции и стремление к образу вот но там конечно можно еще вот посмотреть там в учебниках эти правила они есть но они обычно как сказать вот их читаешь и забываешь потому что они чаще всего не привязаны ни к чему конкретному ну там делают какие-то примеры да но пока сам это не прочувствуешь вот до конца это не поймешь то есть одно дело в книжках это читать а другое дело на практике это использовать непосредственно в своей работе то есть по сути каждый художник перед своей работой вот перед чистым холстом он как первоклассник можно сказать да что он заново открывает как бы заново открывает все вот эти законы если он наступает куда-то не туда то если он достаточно чутки ему он увидит что ну как бы почувствует что по голове ему шлёп скажем так вот вот ты не туда пошел тебе надо вот в другую сторону если он достаточно чутки он будет это менять а кто-то ломится напрямую ну и конечно и соответственно и получается совсем ничего нам дальше хорошо я начинаю вводить тон и мне надо понять буду я сначала темный делать тон средний или светлый тон можно по-разному здесь вот просто исходя из самой работы быстро это все происходит в голове то есть если начну светлый потом буду обкрашивать темным будет ли это хорошо или мне сначала темным сделать а потом внедриться светлым ну я осторожный путь такой начну осторожный путь это со среднего со среднего тона и первый мазок который я делаю он у меня закладывает тональность всей работы то есть я на него уже буду ориентироваться то есть предположим вот я открываю уже глаза смотрю на этом месте у меня вроде как чайничек должен стоять то есть я его могу сделать таким могу сделать в среднем ключе могу сделать более светлым ключе тогда у меня весь натюрморт быстрый ключ я могу его сделать довольно довольно в темном ключе у меня есть натюрморт тогда такой насыщенный будет и вот вы смотрите какая у вас задача что вы в этом натюрморте увидели опять же образ какой вы увидите я вижу в нем контрастный такой сочный яркий а кто-то увидит там нежность цветов ну соответственно он выберет наверное более светлую гамму а мне хочется густую такую гамму сделать сейчас значит я беру вот в таком ключе в более темную я закладываю первый мазок и вот этот он у меня будет средним тоном это значит что какие-то куски скажем цвета которые она здесь у нас что-то возможно еще такой светленькое будет ну скажем вот здесь я уже могу делать это темный да да вот первые два цвета они дают два тона они дают взаимодействие мы могли не серым взять могу да да могу можно можно вот так вот туда прямо добавлять меня осторожненько я не хочу прям насыщенные цвета дело но вот так причем к цвету я сейчас не привязан да я не смогу там сделать хотя если очень постараться можно эффект фиолетового тоже да да ну желтый например не смогу сделать какие-то там золотые краешки предметов то есть мне надо будет выходить из положения как-то то есть это тоже когда вы начинаете выходить из каких-то сразу сложных ситуаций то вы большему учитесь это интереснее ну ладно и вот этот кусок я думаю можно начинать вот видите как у меня получается что я начал здесь от куска работу то есть я сразу привязочку к другим элементам можно было бы начать каким образом можно было начать вот проложить основные тона ну все средние да чуть-чуть разные могут быть посветлее потемнее ну они да они как бы ну например если тональная шкала мы ее поделим на 10 частей как вот любят американцы делить это у них тональная шкала 10 частей они например знают что там тон 4 это что-то средненькое такое между белым и черным то есть десятка это черный единичка это белый и соответственно исходя из этого работу делать то есть главное а ну то есть например средние тона это скажем будет там 3 4 5 до или там 4 5 6 3 тона вместе то есть в рамках одной тональности они могут немножко отличаться ничего в этом страшного нет но они будут держаться то есть в рамках всего натюрморта они будут держаться более-менее единым пятном такая штука и дабы дать возможность потом силуэт красивое сделать я стараюсь не нагружать очень сильно краской потому что по толстым толстому слою краски невозможно будет чего-то делать поэтому первые слои у нас они такие и конечно здесь еще новый фигурант нашей живописи уже автоматически начинает водиться этот цвет но хотя я ограничил себя по цвету все равно тепло и холодно здесь можно очень много сделать всяких вариаций цветов то есть цвет у меня тоже как действующее лицо одновременно начинает работать вместе с тоном то есть вот оно начинается жонглирование живописное я это называю живописным жонглирование то есть надо чтобы ни один у вас этот элемент не выпал из рук на все надо одновременно пытаться какое-то внимание оказывать я как бы вот видите что я можно делать конечно в разных кусках картина потом заполнять пространство но мне удобнее когда у меня один тон цепляется за друг за другой потому что через белый промежуток очень сложно бывает определить но поначалу как как он будет смотреться в итоге этот тот или иной оттенок тот или он там что-то светленькое есть возможно оно как раз формирует вот это светлое пятно но это уже такой тон какой-то промежуточный там в глубине в принципе он так вот если прищуриваться вот эти все пятна они смотрятся одинаковые ну практически одинаковые но художник он же не просто раб натуры он ему надо сделать композицию да ему надо сделать именно срежиссировать вот эти статуи если все одинаковые сделать то там потеряется пространство я уже учитывая этот момент я скажу вот это хочу глубже сделать а вот это хочу посмотрим как это будет смотреться может быть это сработает то есть я пока вот это самый сложный момент момент нащупывания тонального когда еще ничего нету никаких когда у вас нету никакого элемента на который вы можете опереться вот сейчас из этой каша она поварится поварится и за что-то зацепиться у меня уже кажется что-то такое начинает цепляться сейчас по мере того как я закрашиваю пятна пока эскизно чисто я смотрю у меня тут возникает и темные средние пока мне это более-менее все устраивает и я как бы ввязываю себя в эту битву живописную но потом на какой-то в какой-то момент наступает момент скажем когда картина картина начинает быть как кроссворд такой то есть у вас есть места которые более-менее точно вы знаете чего вы от них хотите ожидать а есть места которые неизвестно которые надо будет корректировать то ли светлее то ли темнее то ли там теплее или холоднее ну например здесь в данном случае я как гусеница которая объясняет как каждая ее ножку ходит как бы не забыть что здесь уж ну вот например вот здесь вот есть большое пятно довольно темное в моем моем кроссворде живописную это пятно она более-менее имеет скажем она более-менее мне понятно что она вряд ли будет светлым вот в контексте вот этого всего то есть я его смело могу брать и ну довольно темным делом и у меня меньше неизвестных пространства становится в картине вся ее отгадываю как кроссворд да кстати вот в этот момент можете спросить а почему вот здесь у вас там все связано здесь не связано да потому что это слово в этом кроссворде я более-менее понимаю какое оно будет но я его понимаю уже исходя из того что я вот здесь сделал то есть например если бы оно я бы сделал бы светлым ключе картину то возможно у меня тон был бы вот такой здесь а так как я делаю более-менее темном ключе таком сочным густом вот меня уже соответственно я могу ориентироваться на то что я уже сделал вот такой такая мотивация потом интересный еще момент вот здесь вот на этом этапе картина начинается как бы момент рифмы цветовой и тональной цветовой да в данном случае то есть ну скажем если у меня здесь много зеленых там тонов то мне какую-то ответочку хочется дать туда в ту сторону хотя не факт что это обязательно нужно но возможно как вот как вы стихи пишите вот так как рифмы до слова строчках связываются рифмами ритмом так и здесь тоже своя рифма есть свой ритм есть и вы можете это тоже использовать но например вот у меня здесь чем там зелененькое холодненького много здесь образуется а здесь много теплого ну значит я вот скажем возьму там сюда вот в это место дам немножко холодненького немного связать одно с другим а сюда у меня наоборот теплого теперь не хватает то есть теплого не хватает более-менее но это значит что скажем я могу у меня там серая драпировка такая холст да я его могу сделать холодным могу сделать нейтральным могу сделать теплым но так как у меня здесь теплые цвета мне хочется рифмы сделать я могу его серо-теплым таким сделать чуть-чуть тепловатым да она к светлым тонам то нам но вот здесь тоже момент какой то есть вроде казалось бы да возможно я делаю сейчас темнее чем это нужно ну вернее не то что темнее чем темнее чем это кажется на я ну в реальной работе но потом когда белые места будут сделаны она может быть вообще по-другому смотреться еще момент такой что не надо то есть художник он не раб натуры в том числе и вот в таких вот моментах то есть он думает не о том как срисовать точно тон с картины он думает как организовать картину то есть например скажем если бы у меня вот этот тон был такой же тон как цветок ну где-то он до в каких-то моментах цветок а мне хочется выделить цветок то я как раз меняю эту ситуацию который в реальности руководствуясь тем что я хочу в картине показать то есть если я например этот кусок делаю таким же ярким как цветок он у меня на себя будет перетягивать в дальнейшем слишком много внимания отрывать зрителя от главного то есть я как как дирижер я у меня вроде все инструменты играют но я один могу сделать потише другой могу делать погромче как на передний план вывести ну вот в общем такая ситуация вот на этом этапе хочется заложить амплитуду тональную у меня самый светлый предмет здесь там типа свечки что-то такое такое так чтобы понять какие как цветы которые здесь вот будут сейчас они пока пятнами заложены они должны быть тонально темнее что если сразу я бы их начал не привязываясь свечки самые светлые то возможно делал бы светлее чем нужно попробую сейчас можно это слишком темное тогда попробую амплитуду еще сдвинуть за счет осветления вот этого участка прям посветлее его сделаю а самый самый белый этот для бликов да да вот этот он не прямо чисто белый он уже такой вот он отличается немножко от белого но мне вот хочется найти соотношение с цветами которые на заднем плане сейчас я смотрю он попадает вот сюда и вот надо понять все таки насколько важен этот кусок что высветлять вот этот высветлять или вот этот сейчас посмотрю это вот нащупать надо там еще между цветами а я решил здесь светленького дать да но это светленькое оно будет относительно светленькое самое темное светленькое я еще думаю о пространстве о глубине но не факт что это останется также по тону все то есть возможно там движение какое-то будет но первые мазки первые пятна они широко прям пишутся то есть по сути это абстракция сейчас а можно было большой кисточку затеревать ну вот можно и большой вот это меня как бы пока нормально устраивает то есть я и работаю так что там как большой можно сказать не вдаваясь в мелочевку вот здесь вот это зона холодного здесь зона теплого ну значит попробую плескануть туда немножко более тепленького то есть по сути локальный цвет вот этой драпировки которые сбоку он такой составлен будет из разных цветов там 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 все серенькое а здесь я красным например добавил но опять же я исхожу из того чтобы гармонию создать пятен в картине то есть на абстрактном уровне картина должна быть красивой поэтому художникам реалистам нужно стучиться писать абстрактные картины эмпрессионистам ну всем как бы там кому не нравилась абстракция но она очень важный элемент то есть я прям советую просто абстрактные картины делать в плане поиска рифмы цветовой тональной пятновой в плане тональной разбивки красивой то есть в абстракции вы не привязываетесь ни к каким предметам и шаблоны восприятия тоже не срабатывают то есть это чистое чистое искусство можно сказать в какой-то степени вот так вот эти куски пока неизвестно насколько их надо темными светлыми надо теперь передний план скорее всего вот там зеленая драпировка она у меня будет красной потому что здесь зеленая рифма не будет звучать на мой взгляд будет звучать красная красиво хотя с этой стороны может быть и позеленее можно вообще градиентные переходы делать опять же здесь я могу краской как хочу в принципе работать один тут одну и ту же драпировку и красный зеленый делать главное чтобы потом не разрывалась если потом не разрывается значит будет целостно смотреться будет такой просто градиентный переходик ну например хотя посмотрим как потом это все сложится так ну вот все меньше и меньше остается пространство которые неизвестны и кроссворд этот это разгадывать все легче и легче опираясь на предыдущие элементы но пока еще не думаем о бытовых вот этих моментов которые предмет делать сейчас пока это чисто пятна предметы мы потом встроим гармонизируем эти пятна гармонизируем эти пятна тоже немножко красненького как от веточка у нас пойдет хорошо хорошо так с другой стороны не обязательно везде вот так вот это бросать красное зеленое можно с какой-то одной стороны там куча красного да ну надо посмотреть как это сработает то есть смотрим на всю картину как она реагирует на этот эксперимент ну как вариант можно ну да такой от холодного в теплый будет да уже какая-то тематика возникает теплой холодности в больших пятнах тоже вот я смотрю с моей точки зрения свечка вровень с цветком получается я цветок немного опустил потому что мне вот это движение оно больше нравится чем если бы вот вровень пошло бы вот так поэтому можно что-то менять даже не то что можно не нужно вот я смотрю это пятно что оно куда попадает если попадает вошу его ввожу на нужное пространство в глубину так теперь с этим куском так чисто композиционно сюда хочется светленького или темненького если слишком светло будет спорить да значит может быть темненького туда дать может быть не слишком нет что-то темнее ну вот уже по ощущениям еще вот важно очень разделить задачи сразу не набрасываться на все задачи а там решить по пятнам потом уже с формами разбираться более конкретно цветочков там чего так вот этот чего у нас там он светлый но светлый сюда никак светлый сюда никак средний ну что-нибудь средненькое но вот я думаю теплый да вот веточка сюда теплый хочется уравновесить вот так да наверное но опять начинают появляться одинаковые пятна темнее да как то надо опять увести этот кусок то есть здесь получается у нас дальний план особо сильно не должен вырезать я из этих соображений ну вот так да так теперь смотрим у нас остались небольшие белые участки которые пока разрывают у нас картину и надо с ними что-то решать надо с ними что-то решать вот здесь кстати какая-то ласточка уже уже на этом этапе хочется что-то конкретное сделать но очень руки чешутся что-то конкретное нарисовать ладно пока так условненько так здесь дальше там все такое пятнистое но я решил здесь посветлее но вот я сейчас думаю стоит ли здесь такое светлое оставлять может быть все-таки придется гасить то есть если я контраст убираю у меня начинают выходить другие элементы которые мне например там в этом терморте конкретно будут больше важны ну вот я смотрю вот этот акцентик да он как камертенчиками он работает может быть на него на него опереться где-то здесь там может быть ну посмотрю какие моменты то есть надо тоже еще найти по размеру вот этот вот кусочек хочется здесь что-то наверное но здесь кстати светлое наверное имеет смысл ты тогда сделал более темный а сейчас хочется его подправить то есть вот идет исправление некоторых элементов в плане тона, пятна, конфигурации пастеризация да это пастеризация такая идет плакатная техника с большими-большими плоскостями так что у нас еще здесь здесь вот краешек но пока мне его сильно выделять не надо для себя много берет этот краешек так его пока сделаем размажу можно здесь какую-то тенюшечку надо дать потому что оно пятно здесь просится какое-то более темное насколько темное сейчас мы это посмотрим так ну ладно нормально теперь вот это скорее всего придется немножко тоже затемнять да термортов на сцене высует не зафитами да термортов на сцене высует не высует получается ну да какая-то такая тема возможно здесь пошла тема здесь вот такой момент утрясания элементов до того как перехожу к деталям форсировать этот момент нельзя, потому что он очень важный опять, пока эта абстракция держится в рамках абстракции обращаю сейчас больше внимания на размеры пятен, их силуэты и 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 мазок который я делал он просто выпадает из картины это значит я его потом обычно первый мазок он всегда неправильный то есть его надо усаживать потом смотреть что с ним куда его двигать в какую сторону в теплую холодную потом свечка выглядит такая белая-белая я с ней потом я пока по пятнам разработаю и и и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, вот как-то так, наверное, этот этап более-менее отрисен. Сейчас, может быть, еще корректировочки и дальше, к следующему этапу, когда из абстракции уже потихонечку начинаем вытягивать элементы сами. Здесь вроде заложены все эти элементы по пятнам, но они еще не сформировались. Я могу уже приближаться к каким-то другим элементам, конкретностям. Главное не уйти от общего решения пятнового сильно. Какое сложилось, вот оно вроде сложилось. Ну, соответственно, мы его стараемся сильно ничего с ними не делать. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...